здравствуйте друзья мы снова беседуем с гостем нашей студии у нас такой можно сказать совершенно очаровательный гость которого зовут представляйтесь как меня зовут татьяна татьяна чем вы занимаетесь татьяна живу в америке работаю в колледже но в америке где живете то я живу в хьюстоне там где влажность где очень высокая влажность где жарка где ходят аллигаторы натурально прямо прямо такие вот это там то не генерал у вас рядом да вы знакомы станей хорошо ну тогда давайте тут 2 то они получаются вот мы как раз буквально недавно познакомились решили что обитания без хьюстона и надо что-то тоже замутить так в техасе до хьюстон вы кем были в смысле где кем были где жили я вообще приехала из россии из небольшого города в поволжье какого маленький закрытый какой-то там номерной нет он не совсем закрытый так так вы приехали в каком-то количестве лет сама по себе приехали я первый раз приехала в штаты 6 лет назад я выиграла грант вот и приехала сюда на учебу училась я здесь год потом я вернулась в россию потому что у меня программа требовала чтобы я прожила в россии как минимум два года вы были по джей вам где нужно было вернуться назад как раз вот этого двухгодичное правило да 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 общей сложности в россии я где-то два с половиной года прожила и потом уже вернулась обратно и около двух с половиной лет я живу здесь давайте только я уточню у вас специальность какая ну вообще по российской специальности по местной я юрист окей так а стажировку вы какую проходили у меня была не стажировка у меня была учеба я здесь училась у меня master's degree по джей вам джей вам это не стажировка это учеба есть несколько программ где госдеп фактически полностью оплачивает учебу оплачивает учебу оплачивает проезд проживание ну может быть вы слышали про программу фулбрайт лично господина фулбрайта я не вот но подойдите давайте так специальность у вас юрист вы закончили видимо какой-то юридический факультет в каком-нибудь университете да где вы учились где здесь в сша почему в сша вот в россии в россии да я закончила юридический факультет потом я после выпуска работала еще около трех лет и потом поехала то есть вам было лет двадцать пять и вы поехали сюда проработали здесь там не знаю сколько полтора года два года год вот потом два года значит половиной отботрачили на месте потом приехали как я вышла замуж пока я училась я познакомилась с моим будущим мужем ну конечно возраст такой матримониальный да 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 и вот уже как бы через два года я к нему ехала насколько я помню вот эта программа с джейван когда вы должны вернуться там даже хоть замуж выйдет и пару лет пробыть там да поэтому у нас была такая ситуация как бы мы думали стоит не стоит продолжать стоит ли возвращаться либо куда-то переезжать но в общем в итоге вы можете сказать проверили свои чувства разума есть такой же эти замечательные но это не анекдот это было в кого не я еще там пацаном было вот но тогда у меня был что называется сейчас взрыв мозга там была такая шутка говорят как быть если любишь себя и не знаешь пользуешься ли взаимностью туда и ответ был надо проверить свои чувства разлукой у вас какой-то ковбой там или кто у вас супруг да нет в общем то он изначально русский но он вырос в америке за по-русски может да он совершенствует молодец так подождите к значит вот вы встретились любовь морковь приехали как давно штаты я переехала где-то два с половиной года мы сначала жили во флориде какое-то время и потом переехали в техас то есть вы из одной блогерской тусовки значит другу теперь давайте так занимаетесь то вы чем профессионально я работаю в колледже работаю со студентами консультирую иностранных студентов кто планирует учиться здесь по то есть абитуриентов как ну в общем то да то есть в администрации колледже я работаю также с американскими студентами работаю а вот такой вопрос но может быть он такой немножко такой но на это жить можно что там платят ну в принципе можно да то есть не не то что уж совсем то вот тут таком если брать среднестатистически конечно и особенно если сравнивать например с юриспруденцией зарплата в учебных заведениях гораздо ниже а вы не хотите там получить там мастера там в логе пойти вот юридической стежей мастер в у меня уже есть американский американский пойдите сдайте борт и практикуете но пока я в общем то немножечко хочу в другой сфере развиваться потому что я как раз таки от юриспруденции несколько хочу от традиционной так сказать юриспруденции отойти потому что куда куда хотите отойти поделитесь с нами ну вообще мне интересно была сфера образования но я хочу как бы это комбинировать вместе со своим прошлым бэкграундом и в данный момент меня интересует развитие своего бизнеса например бизнес как судить учебное заведение за то что ты учился учился деньги потратил работу так и не нашел ну не совсем так ну в общем что-то да ну ближе вообще к образованию потому что я считаю что за интернет образование в том числе будущее это сейчас развивается с такой силой невероятно больше того сейчас появились очень ну я бы сказал более чем ризнобли прайс понимаете если поначалу онлайн новое обучение в университете стоило но практически то же самое что вот если так ходить но сейчас появились я забыл название компании из израиля люди они просто это сделали в прах просто цену пустили очень много курсов бесплатных даже до крупные университеты организовывают и потом они уже привлекают на другие курсы ну в общем поэтому я хочу как бы немножко вот в эту сферу ну что же я я считаю что большое будущее и настоящее уже довольно большое но но будущее невероятное там потому что традиционная система я бы сказал в значительной степени себя дискредитировал не не на уровне вот там а велик там или что-то вот эти 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 мы понимаем зачем и за что деньги берут а вот все остальные я не понимаю они стоят колоссальных денег государству они практически там большинстве своем некачественные и совершенно ничего не дают и в общем очень грустно это все да и потом американцы долгие годы выплачивают эти долги выходят на работу с огромным долгом если еще находят работу потом по специальности в общем это большая проблема вот у вас там в хьюстоне насколько типично что вот человек закончил университет не может работать по специальности вообще работ не может найти но это зависит от специальности то есть если специальности например востребованы здесь у нас в хьюстоне скажем очень инженерные специальности востребованы ну какие механики строители в основном у нас нефть и газ вот то есть эта индустрия очень развита поэтому и со многих штатов не только с техаса очень со многих штатов переезжают в том числе из калифорнии кстати конечно 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 заработали такие выпускники конечно же котируются то же самое медицинские специальности так как у нас медицинская отрасль здесь развита один из самых крупных в америке медицинских центров правда и здесь врачи медсестры всегда нужны вот даже если брать скажем уровень медсестер очень многие идут получают registered nurse конечно потому что это и зарплата там от 60 тысяч начинается и обучение а в кремниевой долине они работать сейчас не могут после а у нас как бы пока еще держится хорошо соответственно если гуманитарные специальности там то с этим уже гораздо сложнее и люди могут и бакалавра получать и магистры потом работать в общем-то и не по специальности вплоть даже до магазинов слушайте давайте раз вы это самое попали к нам на разговоры и девочка симпатичная и вот вы скажите такую вещь вот допустим симпатичная девочка когда-то я понимаю что вы не очень ходите там по улице и там но все-таки видно же когда там на тебя смотрят правда девочки замечают за есть такое конечно вот мужское внимание формат в котором проявляется мужское внимание тут и там сильно отличается или никак не отличается вот вот что-нибудь на эту тему скажете так интересно правда ну нет но я бы не сказала что очень прямо кардинально отличается может быть американцы как-то более мягко более осторожно себя ведут по крайней мере изначально то есть русские мужчины например чаще делают комплименты американцы мне кажется иногда так ну не то что побаиваются но в россии чаще делают комплименты да как интересно да но при этом в целом я бы не сказала что такие кардинальные различия ну хорошо просто я так разное слышал у меня вот эта одна женщина есть она говорит что она в москве просто и страдалась потому что там в общественом транспорте когда там толкучка так как этом все общупали и в общем постоянно и когда я начала с другими это это не так странно я лично и в москве ездил никого никак не общупывал поэтому не это было очень странно и потом многие говорили что да. Я думаю, надо же, ё-моё, куда же так это вот... Ну, здесь в общественном транспорте не ездят, поэтому таких проблем просто не может быть. Понятно. Ну, хорошо. А на улице не пристают. Не говорят, девушка там... Что вы сегодня вечером делаете? Ну, здесь, мне кажется, просто поскольку народ не ходит в основном по улицам, поэтому это сложно такую ситуацию представить. Если вы куда-нибудь в бар пойдёте, ну, соответственно, это место, где люди знакомятся и, да, будут приставать. Вот. У некоторых, кто, например, раньше как-то там с русскими уже пересекался или там какие-то знакомые русские, очень многие хвалят вообще русских девушек, говорят, да, вы там такие красивые, такие домашние и так далее. То есть, в таком плане. Понятно. А вы готовите? Да. А для вашего мужа это не было сюрпризом, что вот у него такая попалась, что готовит? Ну... Американки многие же не готовят. Ну, у него мама русская, поэтому он в этом вырос. То есть, для него это не было как бы... Он, может быть, даже ожидал, что так должно быть? Ну, не знаю, насколько ожидал, не ожидал, но, в общем-то, ему это было приятно, конечно. Ну, я говорю, господи, кому же неприятно. Вы знаете, что вот есть Оля Брукман, здесь у нас локальный такой блогер, и я как раз вот с ней начал на эту тему, там, про готовку и так далее. Она говорит, ты знаешь, у меня муж, он ест пиццу и запивает коком. И я, говорит, начала было готовить ему, он абсолютно игнорирует любую еду. И я, говорит, сейчас готовлю, говорит, она только два раза в неделю, это же для себя. А он вот пиццу и кок, пиццу, кок. Ну, это, мне кажется, от людей зависит. Просто есть американцы, которые следят за питанием как-то даже, или сами готовят, или что-то так делают. Более такой healthy take out. Вот. Есть люди, которые там непонятно, что едят. То есть, это даже вот если смотреть по окружению, совершенно разные, кто как. Две категории. Танечка, я просто пока вас слушаю, у меня разные мысли гуляют. Вы не удивляйтесь, если я скачу с темы на тему. Да ничего. Но вот в Хьюстоне каким-то образом ощущается вот то, что в связи с падением цен на нефть, позакрывались какие-то Shell Oil, скважины там у нас. Ну, не скважины, как они их там добывают. Вот известно, что какие-то фирмы прекратили там разработку и так далее. На вас это сказывается там? У нас некоторые проекты сворачивались, и были такие достаточно масштабные увольнения, но это было где-то в начале года. Даже в конце прошлого года. я бы сказала. Сейчас как-то более-менее все нормализовалось, и в общем-то, я бы не сказала, что очень такие глобальные изменения. Но нет, безработицы нет в индустрии. Нет, 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 конечно. И постоянно продолжают люди ехать, и все равно нефть также развивается. Еще вопрос. Я недавно читал, ну как недавно, вот в пределах года от сегодняшнего дня, что где-то сейчас инвестировано там 35-40 миллиардов долларов на то, чтобы вдоль побережья Мексиканского залива, вы же там живете, понастроить вот этих вот сжижательных нит для газа, который они добывают. И чтобы оттуда его, значит, уже отправлять морем, океаном. В общем, короче, какое-то колоссальное количество предприятий по сжижению газа должно было быть построено. Это есть какая-то активность такая, или вы этого не видите? Ну, пока это глобально не проявляется. Все такие мероприятия, которые даже планируются, это в течение долгих-долгих лет будет все происходить. Ну, то есть пока нет такого? Пока нет такого. Я знаю, что у нас, например, должно, ну, не конкретно у нас, это как бы в другой части, это на севере Фьюстона, Шелл должны открыть еще один крупный завод, и очень многие, если я не ошибаюсь, из Нью-Джерси переезжают, то есть такое глобальное переселение. Это рефайнеры еще одна, или это какой-то завод по переработке чего-то во что-то? По переработке, если я не путаю. Окей, то есть это не просто там они бензинчик очищают? Нет. Ну, хорошо. Ладно, тогда такой вопрос. Вот вы как бы блогер. Как бы, да. Ну, так вы на какие темы беседуете? Ну, я в основном рассказываю об адаптации, об образовании в Америке, также какие-то такие общие повседневные темы, немножко общие вопросы по иммиграции, какие-то советы по составлению документов, потому что у меня, в общем-то, и образование с этим связано, и сама я кучу виз делала, поэтому тоже как бы это я все знаю. Кучу виз для себя делали? Да, 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 для себя. Так, а сколько народу у вас там подписчиков? Ну, пока у меня немного, у меня где-то около 500. Я не так давно начала. А как не так давно? Ну, где-то 8 месяцев. Ну, хорошо. Значит, 500 подписчиков. Они вас о чем спрашивают? Вот какие вопросы задают? В основном? Вопросы абсолютно разные. У нас тут одно из самых популярных видео связано со строительством дома в Техасе, поэтому очень много вопросов вот на эту тему. Вы строитесь, да? Мы нет, мы просто снимали, как строятся другие, показывали вообще, как бы, чем отличаются одни дома от других. Вот у нас тут, вокруг нас тоже стройка большая происходит, поэтому есть материал для этого. Опенхаузы показывали? Пока нет. Почем у вас там в приличном месте, так, не выпендриваясь, но в приличном. Например, там, ну, скажем, такой стандартный домик, три спаленки, там, два санузла, да? Там три bedroom, two bath. Сколько стоит? Новенький. Вы имеете в виду в самом Хьюстоне или в пригороде? Ну, в пригороде, конечно. Ну, где-то, если новый дом, то за 250 тысяч можно, в общем-то, очень неплохой дом взять. Даже можно дешевле. Окей, это не два миллиона, значит, а так вот. Нет, нет, за 250 тысяч, 250, 280, до 300 можно нормальный двухэтажный дом, и там будет не три спальни, а там будет больше. А вот я вас спрошу, может быть, вы знаете, вот там, где вы живете, например, в пригороде, у вас пропорти-такс какой налог на недвижимость? Как бы не соврать-то? Ну, что у вас половина процента, три, там, два и восемь. Что у вас? У нас, так, вот это вот хороший вопрос. Просто Техас известен тем, что там... Нет, нет, налоги у нас высокие. Вот этот налог большой, а какие-то другие налоги может быть меньше, чем в других штатах. То есть, я просто к тому говорю, что мы одно время рассматривали купить, может быть, что-то такое для инвестирования в районе Остина мы даже ездили, смотрели, но просто там, как бы, получается, в два с лишним раза дороже, выше пропорти-такс. Получается, что... По-моему, у нас около четырех с чем-то, но я могу... Даже так. Я могу путать. Ну, хорошо. То есть, вы не покупали еще домик? И налоги здесь отличаются как бы от каждого каунти. Естественно. Это зависит. Вы еще не покупали себе домик? Нет, дом у нас есть. А у мужа? Просто у меня плохо с цифрами. Действительно, вы же юрист туда-сюда. Понятно. Хорошо. Так, а вот есть что-то такое в вашем... Ну, вот, какой-то месседж у вас есть? Вот вы идете, видео делаете, вы что-то такое хотите сказать? Потому что вы видите, что люди чего-то не понимают, и вот где-то какие-то затыки такие, и что вот надо прочистить вот это вот, надо донести. Вот что это будет? В какой области? Ну, если доносить, скажем так, начинающим людям, задумывающимся об иммиграции, я бы прежде всего посоветовала, что если они черпают информацию у блогеров, что, в общем-то, конечно, неплохо. Неплохо. Все-таки ее проверять, потому что очень многие верят на слово, и додумывают там какие-то картины, что-то там представляют, или, например, они послушали у одного блогера, едут в другой штат, а в другом штате все совершенно по-другому, и они потом приезжают на место и очень удивляются. И это касается как информации, связанной, например, с городом, со страной, там еще с чем-то, так и касаемо каких-то именно юридических вопросов, связанных с визами, с получением, обновлением статуса и так далее. Ну, на новом месте вообще все равно надо многому научиться, и хоть ты слушаешь там того или другого. Понимаете, вот меня, например, слушать начинающие, от меня мало что может, я так думаю, что от меня мало можно что взять, но я, например, не знаю там, где этот офис, в котором social security надо проверить. Понимаете, я могу пойти посмотреть, но, во всяком случае, это совершенно не та тема. Я наоборот, когда, скажем, вот он там, и недвижимость купить, да, или там, куда деньги деть, это пожалуйста, или там застраховаться правильно, ну, или там, по карьере, то есть, есть какие-то вещи, которые я знаю, потому что я уже 25 лет живу. А чем дольше ты живешь, тем дальше ты уходишь от вопросов. Там вот мне говорят, а как там форма на гринкарт-лотерею, вот как там вот это поле заполнить, откуда я знаю, я в жизни не заполнял. То есть, у меня есть товарищ грамотный, он видео, я с ним записал, вот как мы с вами сейчас сидим, и он так по этой форме шел и все рассказывал. Ну, я-то же не знаю, я чувствую себя очень некомфортно. То есть, я понимаю, что они думают, что я что-то такое знаю прямо вот на первых шагах, а я не знаю. Ну, да. И мне кажется, еще некоторые просто ленятся там проверять дополнительную информацию, что-то с одним читать, они просто ждут, что им все расскажут, а потом удивляются, почему информация неправильная и начинают там или вногеры обвинять. Вопрос правильно не поставили, ответ, соответственно, не получился хорошим. А вот у вас нет такого ощущения, что вот если у вас есть там 500 человек, которые смотрят ваши видео, ну, то есть, может быть, и больше посмотрят, не только подписчики смотрят. Вот, допустим, пусть будет тысяча, тысяча человек посмотрело видео. У вас нет такого ощущения, что 10 вас поняли именно так, как вы хотели, чтобы вас поняли? Половина вас не поняла вообще никак, а вторая половина, минус первые 10, поняла вас превратно. Ну, пока, наверное, у меня не такое количество людей, чтобы я могла делать такие выводы. Да. Но много народу понимает превратно, правда? Но такое есть, да. Скорее всего, такое есть, конечно. От этого и вопросы, например, какие-то возникают потом. То есть, ты несешь один месседж, а люди его воспринимают по-другому. Знаете, был такой старый-старый анекдот, как собираются бабушки, там они в гимназии вместе учились, вот они собираются, им там уже, не знаю, ну, допустим, 70 за 70, они собираются. Та, у которой собираются, значит, составляет список дел, которые там надо делать. Написано первым, предложить кофе. Ну, народ собирается, она предлагает кофе. Потом тыры-пыры какие-то разговоры, она говорит, да, у меня же список есть, смотрит список, предложить кофе, предлагает кофе. И так она дальше первого пункта не пошла, и вот весь вечер она предлагала кофе. Ну, и потом уже гимназистки-то расходятся, и одна говорит, Сонька-то, вот как была жмотина, говорит, в дореволюционные годы, и так вот и осталась за весь вечер, даже кофейку не предложили. Понимаешь? Вот. Это напоминает общение такое в онлайне, когда ты вроде только кофе ей предлагал, а потом говорит, а что ж ты кофе-то не предложил? Ну, поэтому очень важна обратная связь, а просто многие смотрят, и, может быть, видео ей нравится, и какие-то вопросы возникают, но там не пишут, например, свои вопросы, или, может быть, что-то думают, но потом излагают не так. В общем, должна быть всегда обратная связь. С вашей точки зрения, вот для людей, которые новенькие, но не вообще новенькие, а такие легитимно новенькие, ну, вот выиграли грин карту люди, да, то есть они много могут себе позволить с точки зрения возможностей. Ну, может быть, не первый год учиться, потому что первый год у них нет вот этой скидки, да, они не являются permanent residents еще вот в этой местности, ну, допустим, ну, через год. Хотя мы с вами знаем, что даже человек, который просто приехал, есть бесплатные вещи, которые он может изучать. Но вот какие основные недопонимания, я не говорю о ошибке, но какие вы видите основные недопонимания в том, что касается американского образования, профессионального, в первую очередь, я не говорю там про язык, и про язык, кстати, тоже, вот изучение там, я не знаю, курсы там English as a second language, да, там, после приезда, я-то всем говорю, дома учи язык, здесь ты что на курсы ходить, но вот где затык у людей, где какое-то непонимание, miscommunication какой-то, где? Ну, вот, во-первых, я с вами соглашусь на 100% насчет языка, потому что на курсах ESL это что-то может немножко как-то подтянуть, но с нулевым английским приезжать в США, это ты себе продлеваешь вот этот вот адаптационный период еще там лет на пять минимум, потому что вот эти вот кручения уже на каких-то полулегальных работах или на очень мало оплачиваемых, начинается полное разочарование в стране и полная потеря себя как человека, потому что там он мог быть каким-нибудь очень крупным профессионалом, а приезжает и все упирается в язык. Вот, насчет образования, мне кажется, здесь важнее всего на начальном этапе, по крайней мере как-то представлять, либо как ты можешь использовать свой предыдущий опыт и дальше его развивать и набирать уже какие-то либо курсы, либо сертификаты, чтобы максимально применить то, что ты уже имеешь. Вы считаете человек, который приезжает из другой страны? Да. Я не знаю, вот там из Рязани или там из Запорожья, да, там из Бишкека, вот он в состоянии выстроить цепочку? У меня просто ощущение, что он потерян, он не знает, его надо за руку вести. Я не представляю, как человек... То есть может кто-то может, может быть на 100 человек пятеро могут, но 95, они же просто потеряны. С этим я согласна, и поэтому нужно вот как-то... Во-первых, готовиться к этому нужно заранее, смотреть тех же блогеров, читать информацию, набирать. И когда они уже приезжают, стараться, может быть, тоже там, либо общаться с людьми, которые здесь долго прожили, кто через это прошел, кто вот уже в эту среду окунулся, и реалии эти представляют. Потому что на начальном этапе, мне кажется, очень важно иметь человека, кто вот тебя сможет провести по самому короткому пути. Я-то смотрю... Вот я не могу сказать, что я смотрю много блогеров, но мне постоянно какие-то ссылки присылают зрители и говорят, вот вы говорите вот это, а вот тот сказал, вот посмотрите. Ну, я так иногда могу посмотреть. Значит, я хочу сказать, что люди, которые понятия не имеют о том, как тут вообще профессиональная часть развивается, они там, не знаю, год приехал, полтора года приехал, он там пиццу возит или там еще по-английски не заговорил, и вот он всем объясняет, как надо, при том, что сам он никогда ничем не засветился в этой области, понимаете, я думаю, боже, его же кто-то слушает. Ну, это да. И у людей просто барьеров нет никаких, они начинают рассуждать о чем-то. Вот человек возит пиццу, рассуждает о том, как построить профессию, карьеру в компьютерных дисциплинах, при том, что сам он, например, юрист. Но где-то он там, я не знаю, пацаны сказали, я не знаю как, но я вижу часто людей, которые не то, что они специально, они просто не в курсе. Но это как бы следующая стадия, не в курсе. Он не в курсе, что он не в курсе. Нам уже специалисты другого плана понадобятся. Действительно, надо очень осторожненько, надо очень осторожненько. И очень многие говорят, а вот я железнодорожник, как мне там вот это, а вот я там врач-психотерапевт, а как мне? А я не знаю. Я вот, знаете, стою с крестером вот этим, но у меня узкие, у меня вот на этом углу. А на том углу, может, там еще что-то раздают, но я не в курсе. Не знаю. Вы смотрите наш канал, и как вы узнали? Да, я у вас давняя подписчица. Да вы чего? А вот вы, которая же в Америке, муж тут у вас давно, и чего вы такое у нас можете узнать? Чего вам муж не скажет, например? Мне на самом деле интересно смотреть у вас как раз-таки интервью с людьми с разными. Кто по какой причине приезжает, у кого какие истории, кто как развивается. Особенно интересно у всех людей, которые, например, прошли через вашу школу, чего достигли. Тут есть тонкость, знаете, какая? Первое, есть такие истории, самые классные истории, их нельзя на экран вытащить. Это да. Самые классные истории, это, вот знаете, у нас же школа, у нас люди разных возрастов, и вот 40 плюс-минус там 3-4 года женщины в развод что-то приключилось. Она жила, у нее все было нормально, и вдруг раз, какая бы ни была причина, разные причины бывают, но вдруг она должна заботиться о себе сама, материально. И кто-то травмирован, причем так травмирован, что непонятно, как еще на ногах человек стоит, то есть разной степени чувствительности еще при этом. тогда там такие истории, что это же, я даже не знаю, это не вытащие же на экран, никто же не расскажет тебе этого все. Потом, что еще, истории успехов, они, понимаете, что происходит, они, после войны, рассказывают, как побеждали, а как отступали, никто не рассказывает. Понимаете, и как трудно было, я занимался, когда подростком был, занимался борьбой с самбо, и наш тренер, Анатолий Аркадьевич, он во время войны готовил разведчиков фронтовых, и ему кто-то говорит, а в какое время вы потеряли, он был абсолютно лысый, такой практически, и ему говорят, а вот вы там, когда волосы потеряли, он говорит, а я во время войны потерял, вот так бывает шапку, там два месяца не снимаешь, потом снимаешь, и так волосы из нее вытаскиваешь, говорит, и выбрасываешь. Понимаете, поэтому вот это уже не рассказывают, и про то, как люди погибают, не рассказывают, про то, как замерзал, про то, как ампутировали, никто не хочет рассказывать. Поэтому, когда человек пробился куда-то, Он как бы, всем спасибо, торт принес там с клубничкой сверху, и там он уже герой большой, он рассказывает, вот эта книжка хорошая, а вот это надо было слушать, вот надо было маму слушать, да, вот это, вот, поэтому в этих историях как бы какой-то, может быть, мотивационный есть элемент, но многие не понимают, что за этим стоит чудовищный труд, и за этим стоит, вот, то, что мы называем коммитмент, знаешь, безграничный, потому что, если твой коммитмент не безграничный, то где-то в какой-то момент ты придешь в ту точку, где у тебя коммитмента нет, и ты свалишься в сторону, и отойдешь, и все, и если у тебя высокая задача, там много всего на дороге будет, знаешь, там, не то, что там в трамвай сел и книжку читаешь, там, говорит, станция коммунизм, вышел, нет, так не получается, поэтому. Ну, знаете, Михаил, что самое интересное, по крайней мере, у меня пока складывается такое впечатление, там, по зрителям, по просмотрам и так далее, когда рассказываешь какие-то позитивные моменты, что вот все так хорошо, все так интересно, всем так это нравится, все так это смотрят, А если начинаешь рассказывать действительно о трудностях, о то, через что там проходят многие люди, как-то сразу такое, ну, в общем-то, вроде это и слушать не хочется. Понимаете, как, тут есть два момента, то, что я вот понимаю, потому что ребята говорят, значит, с одной стороны, негатива хватает в жизни, понимаете, и тут пришел куда-то, чтобы что-то такое, и тебе еще негатива, и думаешь, господи, я же знал бы, не пришел. Что это есть. Да, это первый момент. Второй момент, все-таки они смотрят и говорят, что-то слишком позитивно, не может же так быть, ну, где-то же есть прокол, где-то же есть гадость какая-то, где-то же есть то, к чему надо подготовиться. Я же не отказываюсь, но скажите, где? Где соломку-то подложить? Ну, под каждую ситуацию ее не подложат, что же, в том-то и дело. Ну, да, дело даже не в этом, дело в том, что для кого-то, например, ну, скажем, вот он там инженер, и вот он приехал, и у него травма на всю жизнь, он там три месяца, я не знаю, на стройке работал, там, тележку катал с мусором, и у него травма на всю жизнь. А другой, например, ну, я помню, у меня первая подработка была, я в магазине кожаных курток вышибал, я там стоял. Не то, что надо было кого-то вышибать, ну, просто присматривать, что пока там хозяин там обслуживает, чтобы не выносили. И у меня столько позитива от этой работы, я там начал по-английски говорить, мы там с хозяином всего день болтали, я увидел, что это была первая моя Америка, которую я увидел. Я до сих пор, когда захожу в какой-то там отдел кожаного или магазин особенно кожаного, у вас, наверное, там много такого, и вот, нет? Ну, здесь, здесь, здесь Северная Калифорния вся в коже, и вот, значит, заходит такой запах в нос, шах, такой кожей, как наркотик, прямо как вдыхаешь, как от сала некоторые, знаете, там бомбеет. Да, все зависит от восприятия каждого человека, то есть, чем ты быстрее адаптируешься, чем ты, наверное, меньше обращаешь внимание на какие-то мелочи, и чем больше ты открыт ко всему новому, чем таким людям просто легче. А вот давайте мы немножко вернемся к образованию, я подумал, что мы так не раскрыли тему. Значит, вот, если, скажем, вот ситуацию я вам дам, ну, 35 лет человеку, он, я даже не знаю, кто он, учитель биологии в средней школе, приезжает, может быть, даже у него и английский какой-то много нет, но чуток есть. Вы ему скажете, тебе нужно получить американское высшее образование, пока ты не получишь к 40 годам американского высшего образования, тебе ходу дальше нет, будешь вот за 8 долларов там посуду мыть. Да, конечно же, нет. Нет, нет, давайте так, ну-ка, потому что многие так говорят. Нет, во-первых, ну, все зависит от человека, чем он, например, согласен заниматься. Скажем, мужчины в таком возрасте, опять же, среди иммигрантов популярны такие профессии или не профессии, как это назвать, я не знаю, очень многие идут в трак-драйверы, и они зарабатывают отнюдь не 8 долларов в час. Они работают по 12 дней. Они работают очень много, с этим я согласна. Ну, для этого можно начать, да, начать можно. Да, начать можно. Второе направление – это вот как раз-таки IT, либо тестер, либо может быть что-то связанное с веб-дизайном, если у человека есть в этом направлении. Артистическая жилка такая. Да, 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 и для этого необязательно идти в университет, это можно в community college закончить associate degree сделать и с ней уже что-то начинать. Но associate degree тоже пару лет учиться надо. Пару лет учиться надо, но это не такое, например, не такое образование, во время которого, во-первых, работать нельзя, пусть там за те же 8 или там еще сколько-то долларов. Во-вторых, оно стоит не столько, сколько университет. Ну, и я не знаю, что еще можно. Ну, вот когда молодые идут учиться и получать американское образование, я понимаю, у них вся жизнь впереди, им надо как-то, может быть, он может работать и учиться, что еще лучше. Но, если вот скажешь, а 45 лет? Куда деваться? Тоже два года получать associate degree веб-дизайне? А 45 лет и учитель биологии, а зачем он едет в США? Вот вообще вопрос. Ну, помилуй тебя. А вот выиграли в гринкард-лотерею, у него дети, он не может, я извиняюсь, на эти рожи смотреть, когда из подъезда выходит. Запах мочи ему надоел, понимаете? Вот у меня сегодня, что ли, или вчера, дядька моих лет, ветеран-афганец, да? И он говорит, что он шел с внуком трехлетним, и там какие-то оппозиционеры брошюрки раздавали, и сунули брошюрку внуку, и он взял его внука, чтобы отдать им. То есть не в мусорник кинуть, а им отдать. И в это время их там всех замели, и получилось, что он с этой брошюркой, типа, оппозиционер участвовал в какой-то акции, там, и там 10 дней ему там грозит, не знаю, что там, административного ареста или что-то. Я не знаю этих тонкостей, но вот он там мне описывал эту ситуацию. Вот, и я хочу сказать, а вот он не хочет, не может, противно. Вообще, мы его 45 лет не поехали. Я вижу людей, и в 55 приезжают. Ну, это опять же зависит от человека. Нет, мне кажется, универсального рецепта. Так жесткого его, смотри, 45, говорит, сиди дома. А сколько тебе жить-то осталось, правда, там, 45? Нет, почему? Почему? Нет, начнем с того, что в Америке переучиваются даже сами американцы с нуля буквально, там, и в 45, и в 50. Это правда. И это здесь не кажется зазорным никак. Обычное дело, да. Да, например, вот, опять же, если брать Хьюстон, у нас несколько лет назад очень много людей поувольняли из НАСА. То есть, это люди. А, ну да, да, да. Да, у нас НАСА, да. И это люди, которые с инженерным, ну, у них там IT-инженерное образование, с космическими технологиями, которые проработали всю жизнь, и вот так вот они ушли на улицу. И люди точно так же что-то переучиваются, получают что-то новое. Очень многие идут в медицину и пытаются там буквально с каких-то административных должностей пристроиться дальше-дальше, и потом вот уже в компании расти. Ну, медицина большой, конечно, наниматель крупный. Мне кажется, да, да. И мне кажется, вообще в Америке самое главное найти первую работу, такую более-менее приличную. А дальше, если ты себя уже будешь хорошо проявлять, ты уже как-то и сможешь, во-первых, ориентироваться, куда тебе дальше двинуться, и постепенно вот в этом расти. Ну, да. Но первая работа – это самая сложная, что получить особенный иммигрант. Прилично. Да. Потому что неприлично и легко. Ну, неприлично, да, конечно, там настройки или там магазины. А вот в нефтехимической индустрии есть какие-то такие работы, где вроде бы и платят тоже не совсем плохо, и в то же время можно с улицы заскочить? Есть какие-то такие работы? Ну, абсолютно с улицы может быть и нет, но, например, если вы возьмете там в том же комьюнити-колледже курсы автокада, то вы можете там работать каким-нибудь помощником архитектора, там, проектировщиком, инженером-механика. То есть, ребята, которые инженеры-механики, там, России, Украины, там, и так далее, и которые, наверное, в автокаде и так работают, а может быть и не работают, но подучат на месте, они могут пойти там драфтерами, например. То есть, есть спрос на драфтеров? Да, есть спрос на драфтеров, он как в компаниях есть, так и очень много онлайн-проектов. А может быть, им надо было бы этот курс-то и дома пройти, а не здесь время тратить? Вполне, вполне. Мне кажется, вот как раз-таки технические специальности, они гораздо более просты к переадаптации, к переквалификации в Штатах. Потому что инженеры очень многие недоучиваются. То есть, если у вас есть нормальный язык, если есть большой опыт в инженерных отраслях, то реально сюда устроиться. То есть, Хьюстон правильное место для этого дела? Да, да. Ну что же, хорошо, потому что, например, в Кремниевой долине инженеру-механику не так много простора, знаете. Вот, скажем, электронщику, да, там, программисту, да, а вот, например, механики тоже работают. Но, в общем, конечно, не тот калинкор. То есть, когда ты сравниваешь, например, сколько инженер-механик получает, и вот, допустим, там, выпускник школы тестеров, то получается, что выпускник школы тестеров, инженер-механик, после года работы, получает здорово больше, чем нормальный инженер-механик, который уже 20 лет инженер-механик, и который вот приехал с ним одновременно в Америку. Понимаете, поэтому он его резко обгоняет. Потому что нет такого спроса. Нет такого дефицита в людях, которые в этой профессии. Я понял, то есть, у вас такое инженерно-техническое место. А русская жизнь есть у вас там в Хьюстоне? Магазины русские, концерты, может быть, там? Да. У нас два русских магазина. Всего? А город большой, население много? Ну да, у нас, по-моему, второй после Нью-Йорка или третий. Ну, в общем, Хьюстон огромный город. Ну что, пару миллионов есть? Конечно. Больше, чем пару. Значит, один русский миллион на два миллиона населения. Хорошо. Значит, так культурная жизнь какая-нибудь есть, там, я не знаю, я не спрашиваю про библиотеку, не дай бог, но вот концерты какая-нибудь там. Именно русская имеете в виду? Да. Здесь есть организация русских Хьюстон, которая все вот это вот организовывает и устраивает разные, приглашают и людей известных, и плюс там у них внутренние тусовки по штатам. Здесь проводится бардовский фестиваль два раза в год. Да вы чего? Да, где собираются, как-то со всех штатов приезжают. Надо как-нибудь съездить, там, пару песенок написать и к вам. Вот, выпускается русская газета, по-моему, есть русский саник. Ну, мы, как бы, мы в этой части русской жизни не очень активно участвуем, но, в принципе, я знаю, что там есть. Ресторан русский есть? Ресторан у нас только в Остине. Ресторан только в Остине. Подождите, до Остина сколько? До Остина от Хьюстона два часа. Ну, даже два с половиной, наверное. Так, а вы ездите тогда в Остин? В русский ресторан нет. Нет, а вообще ездите? Ну, в Остин ездим, да, в Остин ездим. А еще какой-нибудь у вас большой город есть рядом? Даллас у нас где-то тоже так же. Чита-два. В двух часах езды, да. В Далласе, кстати, мне кажется, больше вот этой вот русской жизни, чем в Хьюстоне. Вот вы, как республиканское такое место, вы как-то это ощущаете в чем-то? Консерватизм какой-то или вот там реднековость какая-то повышенная или... Ну, я не знаю, вот в чем консерватизм проявляется там в Техасе? Ну, если... Я не знаю, это к консерватизму или к консерватизму относится. Но видно, например, что это религиозный штат. То есть... В церковь ходит? Ну, да. По воскресеньям как бы активно здесь народ ходит в церковь. Вот. Если поехать куда-нибудь... Ну, Хьюстон, он такой, я бы сказала, немножко нетипичный техасский город, потому что здесь очень-очень много приезжих как из других штатов, так и из других стран. То есть он многонациональный. По-моему, я где-то недавно читала, что он побил рекорды Нью-Йорка по количеству национальностей, которые здесь сейчас живут. Но у вас нет такого, что идешь по Хьюстону и там половина китайцы, а половина из Индии? Ну, у нас индусов может быть поменьше, чем у вас, но азиатов много и очень много мексиканцев. Очень много мексиканцев и других латино-мексиканских. Легальные латиносы или у вас много нелегальной работы? Разные. Разные. И легальные, и нелегальные, в общем. В криминальном смысле. У вас там спокойно? Зависит от района. В большинстве пригородов достаточно спокойно. В самом Хьюстоне даунтаун не особо приятный. И некоторые районы есть тоже куда. Лучше ни днем, ни ночью не залазить. Ну, плюс еще в Техасе же у нас разрешается свободное ношение оружия. Прям так заткнул за поездом. Да, да. Если кому-то что-то не понравится, в общем-то, можно его пулю в лоб получить. Тут ковбои такие. Бываете, что пулю в лоб или они... Ну, по новостям, да. Я, к счастью, пока с этим как-то не от знакомых не отпускаюсь. Вот и консерватизм проявляется. Хорошо. Я читал, вот в связи с обамовской реформой, когда ее только вводили в АВКР, здравоохранение, что Техас один из самых таких неблагополучных штатов в смысле застрахованности населения. Вот на момент, когда вводили реформу, по США в целом было 15% населения, не имевших страховки. Ну, по разным причинам. То есть, многих, может, и не заставишь. Но в Техасе это было 25%. Значит, это как-то чувствуется, сказывается? Вот, я не знаю, что-нибудь такое есть? На улицах никто не помирает? Да нет, на улицах никто не помирает. И мне кажется, здесь многие не были застрахованы, потому что просто это не особо было выгодно, так как можно было те же услуги, не имея страховки за наличку, получить там примерно за столько же. И если бы ты сам платил за страховку, ты бы просто так платил за нее. Это когда молодой. Это да. И когда не влетел по-серьезному. А если влетел по-серьезному, допустим, один день в интенсив-кер стоит 1015. Ну, с этим я согласна. Но так вот, чтобы на улицах как-то я это ощущала и с кем-то там. Ну да, конечно, если раз в год там пойти физикл сделать или там гинекологу, там 300 долларов отдал и все. Там вместе с анализом. Ну, понятно, хорошо. У меня просто, например, вот есть русские знакомые, которые не покупали эту Обама Кир, нынче они там заплатили для того, чтобы, ну, просто штраф заплатили, потому что они сказали, что нам выгоднее просто платить из кармана. При этом они рожали здесь за свой счет. И, в общем-то, все равно им получается это дешевле, чем... Просто люди, которые вот на это все смотрят, там, допустим, из, ну, мы знаем из каких стран, вот, они говорят, какой кошмар, люди, там, не застрахованные. Оказывается, их так не очень заставишь. Так же, как говорят, вот там бездомные, а ты забери вот его с улицы. Проблема большая, не хотят уходить. Ну, потому что, да, налоги платить не надо. Нет, ну, так спокойненько там. Так спокойно, да. Да, кому нравится. Кто-то тут подкинут, там подкинут. Ну, что же, хорошо. Давайте мы, Танюша, тогда будем так закругляться. И, я думаю, какой нам вывод из всего этого сделать, кроме того, что мы, в общем-то, обозначили те направления, по которым к вам можно за консультацией такой грамотной обратиться. То есть, вот, образование, там, какие-то визовые дела, вы говорили, там, какие-то формы, туда-сюда. Да, я думаю, что правильнее было бы, знаете что, вы, может быть, запишите прямо видео вот сейчас. Так, и сколько у вас всего видео на канале? Наверное, где-то 51. Ну, 51. Запишите вот какой-нибудь, может, я не знаю, заставку сделаете или что-то. То есть, сказать, вот мой канал, вот об этом, 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 это и этом. С тем, чтобы ребята, которые вот придут вас посмотреть, вы можете легко там получить, я не знаю, там, 500 подписчиков, там, в ближайшие пару дней. А, может быть, не подписчиков, еще там, тысяча-две придет посмотреть. Поэтому, если вы свой этот месседж четко сформулируете, вот я об этом рассказываю, об этом и об этом. Или, если вы пришли на мой канал, обязательно посмотрите, вот сделайте плейлист. Ну, у меня это все есть. Вот, называется, must see. Хорошо. Вот, и такой, значит, и плейлист, и чтобы сказать, вот это вот, вот это мы, да, и вот, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Ладно. Давайте я тогда, значит, с вами пока, значит, расстаюсь, но я надеюсь, что мы еще встретимся, и там, на какие-нибудь темы, я, может, вопросики для вас подберу. А вы тогда, значит, когда это интервью выйдет, оно не выйдет мгновенно, потому что у меня сегодня там штук 6 или 7 видео уже. Я, наверное, завтра его запущу. Вот, и вы тогда уже подходите и на вопросы отвечайте, ладно? Хорошо. И еще, сбросьте меня, пожалуйста, в Skype URL к вашему каналу, чтобы я там не жился, и, потому что у меня что-то беспорядок в голове. И я тогда его туда ссылочку вставлю. Ладно. Хорошо? Ладно, тогда, значит, вы как, так, вы так делаете или так воздушный поцелуй? Такая такая серьезная. Ну, хорошо. Тут я сейчас найду кнопочку, чтобы все остановить. Называется кнопочка F10. А тут мне так темно, что я не вижу ничего. Ага, все, нашел кнопочку. Ну, давайте, прощаемся, ребята. Счастливо всем.